Идеальный ужин для мужика готов! С наступающим, мужики! Здравствуйте, дорогие подписчики и гости нашего канала! С вами Алексей Грельков. Мужики, с наступающим 23 февраля нас! Сегодня мы решили приготовить рульку по-баварски с кислой капустой. Мне кажется, у меня почему-то рулька ассоциируется с каким-то именно мужским блюдом. Наташа, ну что ты, что ты, тебе тоже достанется все. Девочки тоже любят это замечательное блюдо. Значит, что по рецепту? Гигантское количество на просторах интернета. Просто рулька такая, рулька зякая, рулька запеченная. Мы сегодня соединим все эти рецепты. Очень классный рецепт с использованием светлого пшеничного пива. Он, ну, о пиве немного попозже. По поводу рульки. В магазинах чаще всего они продаются весом от килограмма до полутора-двух. Я взял, решил по золотой середине пройтись и взял полутора килограммовую. Сейчас мы ее с вами отгружаем в кастрюльку удобную. И добавляем следующие ингредиенты, а именно 4 лавровых листа, 6 бутонов гвоздики, луковица одна, ну, попилите ее пополам, так будет лучше. И одна целая морковка, тоже на такие маленькие штучки ее попилить, так будет лучше. Соли. Я добавлю 3 щепотки на полутора килограммовую рульку за глаза и за уши. Ну и также нам понадобится пол-литра пива. Ух, возьмите такое пшеничное, сладкое, оно есть с привкусом апельсина, даже немного. У нас 0,75 бутылка, просто нужно немножко оставить для капустки. И разбавляем все водой, возьмите кипяченую, чтобы закрыть рульку полностью. Леха, а что с рулькой-то дальше? Ах, извините, праздничное настроение просто. Итак, что с рулькой? 2-2,5 часа мы ее не трогаем. На большой огонь ставим, как только закипает все это дело у нас. На самый минимальный ставим, закрываем крышечкой и ждем 2-2,5 часа. Вообще не трогайте, пусть она живет там своей жизнью. Ну а мы через 2 часа с вами встретимся и приготовим кислую капусту. Это тоже просто великолепнейшая вещь. Вообще, рулька без капусты, деньги на ветер, серьезно. Мы тут с моим другом Федей, Федос, тебе огромный, привет, размышляли по поводу вот этой всей истории. Ну правда, даже в голове не укладывается, как можно рульку подавать без кислой капусты. Ну абсолютно никак. Так что, встречаемся через 2 часа. Рульки осталось каких-то 45 минут готовиться, а мы пока можем приступить к кислой капусте. Небольшой совет по поводу капусты, которую вы будете покупать квашеную. Попросите попробовать, серьезно, потому что иногда купишь. Но такое не очень, в общем. Она бывает пересолена, бывает пересахарена. Нужно найти идеальную. То есть она должна сбалансированный вкус быть абсолютно. Ну а мы приступим к приготовлению. Для начала добавим на сковородку немного растительного масла, мелко нарубленную луковичку, 2 зубчика чеснока, тоже мелко порубленного, 150 грамм грудинки и обжариваем на среднем огне до состояния того, чтобы лук стал прозрачным. Кстати, по поводу грудинки. Грудинку нужно очистить от... Наташа, как это называется? От шкурки. Да, абсолютно верно. Иначе она будет попадаться, она резиновая, не стоит. В общем, ждем, минут 5-6 займет это. Лук обжарился. Далее. Квашеная капуста. Ее понадобится полкилограмма, но ее обязательно нужно отжать от лишней влаги. Это прям вот подчеркиваю, обязательно. Свежемолотый перец добавляем. Добавляем по вкусу небольшую щепотку тмина. С тмином не перебарщивать, это слишком мощная специя. Теперь нужно все перемешать. И в таком виде томим минут 20. Чуть не забыл самую важную часть. После того, как вы все перемешали, берем пиво, которое осталось. Здесь получится где-то 200-250 миллилитров, не более того. И заправляем это все дело капусточку. Теперь нужно, ну, я уже сказал, 20 минут потомить ее. Жидкость вся выпарится. Также добавляем одну столовую большущую ложку горчички. Используйте зерновую. Так гораздо лучше будет. Вкус у нее просто изумительный. И столовую ложку меда, разумеется. Вы знаете, я мед не люблю, но в этой капусточке это просто что-то с чем-то. Мед добавить обязательно. И вот так томим все. Ну, я думаю, что уйдет на это минут 20. Главное, постоянно перемешивайте. Можете прикрыть крышкой. Капуста готова. Берем теперь противень, такой достаточно глубокий, и перекладываем сюда капусту. Всю-всю-всю. Ой, вы знаете, я хочу сказать только одно, что тут такие запахи на кухне. Это просто какой-то вынос мозга. Так что мы ее сюда ставим. Распределяем по всей поверхности. Это такая некая подложка для рульки. И рулька у нас уже тоже готова. Ставим ее сюда. Вот так вот. Это безумно вкусно выглядит, вкусно пахнет, но это еще не все. Раскочегариваем духовку до 220 градусов. И ставим еще на 20 минут. Нам нужно зарумянить все это дело, чтобы создалась нужная корочка. Идеальный ужин для мужика готов. Давайте отрежем и посмотрим, какая готовность. Так, отрезаем. Ну, что я могу сказать? Прожарочка идеальная. Пробуем. Мясо очень нежное, мягкое. Ммм, подождите. Для начала еще капусточки немножко попробуем. Чтобы сделать заключительный вердикт. Итак, поделим мое впечатление на две части. Первая это рулька. Она получилась идеальная, мягкая. Да, ее, конечно же, долго делать, долго готовить. Вначале нужно вываривать, но это того стоит. Выбирайте пиво именно пшеничное, нефильтрованное. С цитрусовыми нотками. Потому что при таком случае оно получается, вы знаете, именно с такой приятной, хорошей сладостью. Плюс добавляем лавровый лист. Ну, все, что я показывал, я не буду этого в очередной раз вам говорить. Она идеальная. Но она не была бы такой идеальной, если бы не это просто шизофреническая капуста. Она просто... У меня слов нет. Капуста это просто что-то. Рулька сама не очень большая. Это скорее, наверное, на одного, на двух человек. Ну, все зависит от человека. Человек может быть большой, а может быть не очень. Поэтому скорее, наверное, даже на двух. И так как мяса в рульке не очень много, за счет этого мы компенсировали грудинкой в капусте. Она получилась очень-очень сочной, немножечко кисленькая. Тоже с привкусом нужного вот этого вот пива. У меня нет слов. Девочки, если девушки, девчата, если вы смотрите, просто сделайте. Я не знаю, как принято у вас в семье дарить подарки. Нет, ну вот я считаю, это был бы очень крутой подарок на ужин. Так что мотайте на ус. Хотя нет, у женщин нет же усы. Ну, только если у этой. Ну, ты же помнишь, из Евровидения какая-то там была, да? Ферси! Ну, да ладно. Мы про наших красивых, дорогих женщин. В общем, если что, готовьте. Мужик будет в восторге. Мужики, а вам просто рекомендую. Это действительно очень круто. Вкусно. И у меня нету слов. По денежке получилось 485 рублей. Спросите меня, стоит ли это того? Да, это того стоит. Ну, во-первых, во всяких ресторанах это стоило бы гораздо, гораздо дороже. Здесь все-таки 485 рублей. Нет, я считаю, что это недорого. По поводу соуса. Хотел бы еще кое-что сказать. Если вы, например, захотите именно подать с каким-то соусом, вот здесь оставлю ссылочку. Да, здесь я готовил ребра под пенное. Там я делал глазурь. Эта глазурь идеальная, как соус. Вот она к рульке бы очень подошла. Так что, если что, имейте в виду, переходите и можете сделать. Но это, правда, уже так заморочно, честно говоря. Но если хотите, сделайте. Потому что, ну, с кетчупом такое есть не хочется, честно. Хочется что-то такого эксклюзивного. Готовьте, радуйте себя и своих близких. Ну, а с вами был, как всегда, Алексей Горельков. Подписывайтесь на наш канал на YouTube. Подписывайтесь на Live-канал. Ссылочка на группу ВКонтакте будет в описании. До вкусных встреч. Пока.